Друзья, всем привет! Я врач-кардиолог Томас Томазович. Вы на моем YouTube-канале «Блог кардиолога». И сегодня я хотел бы вам рассказать про 7 основных принципов лечения гипертонии и какие совершают люди ошибки при лечении гипертонической болезни. А перед началом обязательно подпишитесь, если не подписаны, поставьте лайк авансом и напишите комментарий, а мы начинаем. Первый и самый главный основной принцип лечения гипертонии – гипертония лечится таблетками, не капельницами, не клизмами, не хиджамами, не кровопусканием, не массажами, не пиявками. Я могу продолжать бесконечно, потому что это накипевшее тело, а именно приемом, ежедневным приемом лекарств, таблеток. То есть препараты должны приниматься в виде таблеток, а не ходить и прокапываться раз в несколько месяцев. Вот эти вот хождения по капельницам, под дневным стационаром раз в несколько месяцев, раз в полгода и так далее – это не лечение гипертонии. Это вот ваша развлекаловка, я бы сказал. Это вот социальный, как это сказать, социальный момент медицины. Это к лечению гипертонии не имеет никакого отношения, а порой даже можно и навредить всякими этими сосудистыми препаратами, допустим, каким-нибудь квинтоном, пентоксифилином, которым можно вызвать нарушение сердечного ритма вплоть до фибрилляции предсердия. Второй главный принцип. Когда вам назначили препараты, препараты должны приниматься ежедневно, каждый день в одно и то же время. Они должны применяться. Не через день, не день не по самочувствии. Очень часто доктор, я ничего не чувствую, значит, и таблетки не буду пить. А вот у меня давление 140, если я хорошо чувствую, значит, я там пропущу. А вот будет 180, тогда выпью. Нет, к сожалению, та гипертония не лечит. Вообще, по статистике, люди получают инсульты. Вот все боятся инфарктов, инсультов. Вот я хочу сказать, что инсульты, по статистике, чаще всего возникают при мягкой гипертонии. То есть, когда давление в среднем 160. Понятно, что с давлением 180-200 тоже не очень безопасно находиться. Но вот по статистике, чаще всего, инсульты возникают достаточно при мягкой гипертонии. Поэтому не нужно думать, что если вы ничего не чувствуете, вообще в вопросах гипертонии самочувствие вообще никакую роль не играет. Вот от слова совсем. Гипертония чаще всего это асимптомное заболевание. И полагаться на самочувствие ни в коем случае нельзя. Нужно полагаться на уровень своего артериального давления. Поэтому принцип номер два и правило номер два – это лечение гипертонии таблетками, которые вы должны применять каждый день в одно и то же время. Кстати говоря, если вы путаетесь в вопросах лечения гипертонии, не понимаете, какой препарат от чего, для чего, какие анализы контролировать и так далее, у меня есть гайд руководства, который называется «Аптечка гипертоника». Это электронное пособие, где я все разложил по полочкам, касаемо именно медикаментозного лечения гипертонии. Поэтому, кто хочет приобрести, переходите по ссылке в описании, либо в закрепленном комментарии. Третий принцип. Препараты от гипертонии принимаются неопределенно длительный срок, чаще всего пожизненно. Ну, слово «пожизненно» я неоднократно говорил, что не люблю, потому что в течение жизни может что-то поменяться. Ну, одним словом, могут лекарства поменяться одни на другие, поменяться дозы, названия и так далее. Но препараты от гипертонии принимаются пожизненно. Но и отменять, заменять, комбинировать и так далее должен ваш лечащий доктор. Кстати говоря, по поводу комбинации. Очень немаловажный вопрос. То, что лучше всего применять комбинированную, фиксированную комбинацию, чтобы в одной таблетке было 2-3 препарата. То есть, когда человек принимает там одну таблетку утром, одну в обед, одну вечером и так далее, особенно если человек рабочий или там наоборот пенсионер, у которого еще есть проблемы с памятью, то, соответственно, легче выпить одну таблетку. Как говорится, с утра выпил, весь день свободен. Поэтому нужно отдавать предпочтение фиксированным комбинациям, чтобы в одной таблетке было несколько препаратов. А порой бывают такие еще фиксированные комбинации, где помимо... в одной таблетке, помимо лекарств от гипертонии, есть еще и статин. Так это вообще красота. Одну таблетку выпил, 2 зайцев убил. Поэтому отдавайте предпочтение фиксированным комбинациям. Их достаточно много, фиксированных комбинаций, очень много хороших фиксированных. Ну, чаще всего, какие я назначаю, это совершенно не реклама, чаще всего я назначаю. Триплексам, Престанс, Налипре, значит, Эксфорж, Коэксфорж, Кайдар Бекло, Телзапаэм, Телпресс Плюс, значит, что у нас еще? Атента. Ну, из этой серии все очень хорошие... Ордисаж, все эти очень хорошие комбинации, которые проявили себя не только в хорошем снижении артериального давления, но и достаточно продолжительном эффекте. Поэтому нужно отдавать предпочтение именно фиксированным комбинациям. Подбор лекарств от гипертонии должен заниматься лечащий доктор. Как бы ни банально это звучало, но я очень часто слышу, доктор, у меня там соседка порекомендовала то, брат порекомендовал все, значит, кто-то на работе еще что-то порекомендовал и так далее. Этим должен заниматься свой лечащий доктор. В подборе препаратов от гипертонии есть свои нюансы в зависимости от клинической ситуации и так далее. Не думайте, что в большинстве ситуации, не знаю, вот так вот от балды назначают то или иное лекарство. Есть определенные принципы, когда человек, к примеру, показаны больше мочегонные препараты с ингибитором АПФ, кому-то больше показаны сортаны с блокатором кальциевых каналов, кому-то тройная терапия и так далее. Поэтому подбором терапии должен заниматься исключительно ваш лечащий доктор, кардиолог или терапевт. Все препараты, которые применяются в плановом порядке при гипертонии, это препараты кумулятивного характера, то есть они должны накопиться в организме. Накапливаться они могут до трех месяцев. Поэтому вот такие вот истории. Доктор, мне там триплексам не подошел, я его два дня попринимал, давление все равно не нормализовалось, я его бросил пить, и это не работает. Лекарства минимум должны накапливаться 3-4 недели. И вот спустя только 3-4 недели мы делаем вывод, насколько адекватна для человека та или иная терапия в той или иной дозе. Поэтому потерпите, не переживайте. Значит, должно пройти время, чтобы препарат накопился. Все препараты от гипертонии, неоднократно повторял и повторяй, должны применяться натощак. Нередко я вижу, что человек ждет завтрака, потом обеда, порой и до ужина уже, и забывает принимать. То есть принял, проснулся, принял, и весь день, как я ранее сказал, свободен. А еще некоторые есть препараты, особенно ингибиторы АПФ, у которых после приема пищи их действие ослабевается. То есть поэтому принимать необходимо натощак. Не переживайте, для слизистой желудочно-кишечного тракта это абсолютно безопасно. Препараты от гипертонии агрессивно не воздействуют на вашу слизистую желудка, пищевода или кишечника. Поэтому они должны применяться натощак. Ну и как нашему человеку не рассказать про печень, очень часто говорят, вот я столько таблеток пью, а как же моя печень? Препараты от гипертонии не дают нагрузку на печень. Вот если вы переживаете за свою печень, посмотрите на свой вес, значит, посмотрите на объем талии, посмотрите, чем вы питаетесь, и посмотрите, как часто вы употребляете алкоголь. Это будет куда полезнее, значит, скорректировать эти моменты, нежели думать, а вот доктора такие плохие хотят мою печень загубить. Поэтому здоровье вашей печени абсолютно в ваших руках, в вашем образе жизни и так далее. Препараты от гипертонии на печень негативно, так же как и на желудок, не влияют. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел этот видеоролик до конца. Еще раз напоминаю, что кто хочет больше и лучше разбираться в вопросах препаратов от гипертонии, приобретайте мой гайд руководства аптечка гипертоника по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Также там будут еще другие полезные ссылочки, поэтому загляните в описание. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм, на мой инстаграм, чтобы не пропускать мои прямые трансляции, мои эфиры. Все, всем спасибо, всем отличного настроения, давления, пульса, ритма и так далее. Все, всем пока.